Вы выдохнули, все отлично, медаль в руках. Слава Богу, я дома. Я не был... Точнее, за все время подготовки к Олимпийским играм я был дома около двух недель. Все вместе. Слишком много сборов было, соревнований, тренировок. Поэтому, наконец-то, я вернулся. У меня возможность немного попутиться. Но что касается того, что это серебро, а не золото, вы считаете? Это же, наверное, хорошо, да, для Первой Олимпиады? Или обидно? Знаете, это с чем можно сравнить? Стакан наполовину полом или наполовину пустым? То, как бы считать. Если хотите, для меня это огромный успех. Я считаю, что это хорошее достижение, несмотря на то, что я чуть-чуть не дотянул до Первой Олимпиады. Серьезно, подготовка еще больше пойдет. Да, у меня есть огромное желание идти дальше, тренироваться, не останавливаться. Я очень хочу продолжать. Токио впереди. А на следующей минуте Олимпиаде золото будет? Я не знаю, что у меня завтра будет, а вы через 4 года спрашиваете. Скажите, а как прошел перелет такой достаточно длинный, из Бразилии, Москву, из Москвы? Я переночевал, чтобы немножко отдохнуть. И сейчас уже нормально, перелет уже легче был. Потому что если бы напрямую я летел сразу домой, я бы тут сейчас стоял. В Москве стрелку вы встречали как-то? Да, нас очень тепло встретили там. Очень много прессы было. Родной клуб ЦСКА нас встретил. Родной клуб ЦСКА нас встретил. Родной клуб ЦСКА нас встретил. Скажите, каким стартом следующим будете готовиться? Финал Кубка Мира. Уже надо чуть-чуть вздохнуть и все равно продолжить тренировку. То есть домой опять ненадолго? Да. Насколько? Неделю. В русском доме, собственно, вручали памятные призы небольшие. Было очень много, на удивление, очень много российских болельщиков, которые не пожалели, наверное, средств и время прилететь в Бразилию. Очень было здорово, очень тепло принимали и кормили пельменями. А как вам вообще организация игры понравилась в Олимпийской деревне? Питание на регальном углу. Да, там есть много нюансов, как положительных, так и отрицательных. Руководство, организаторы признавались честно, извините, в стране кризис, поэтому условия проживания немного спартанские. Но надо отдать должное, территория Олимпийской деревни была просто потрясающе красива. Очень здорово там было внутри, несмотря на что. Организация всего остального, ну, как сказать, ну, слава богу, было. Ребят, там ждут чемпионов еще на улице.